не конкретная уже миссиология потому что если вы помните я рассказывал что миссиология она была мы учили бы наверное недели две и и по три урока и по четыре урока потому что она включает себя множество дисциплин да и вы помните что миссиология это совокупность наука миссии о миссионерах миссионерской мысли и миссионерской истории поэтому не забывайте это и вы помните что первый день мы посвятили истории до в основном мы делали упор на историю как пример для нас для нашего времени что изучая историю прошлого мы можем сегодня изменять будущее помните да что история это не просто скучная такая наука когда ты эти даты уже надоели но по датам мы что можем делать мы можем видеть динамику роста мы видим цикличность мы можем видеть какие-то моменты которые в будущем нам очень много очень сильно помогут и вчера вчера позавчера на втором уроке мы основном говорили о истории некоторых миссий и мы говорили о цели да о самой миссии от цели о нашем предназначении и так называемое слово уподобление то есть почему еврейские миссии были успешны помните да они начали использовать переводы и переводили священные писания на еврейские языки на и дыш и вред ладину они использовали миссионеры евреи которые приходили к вере они начинали новые конгрегации да помните и вы помните мы говорили о миссии милдмей которая про не ну скажем вошла в российскую империю и при помощи вот этих магазинов в которых библейские книги продавались да они могли достигать евреев хотя была запрещена пробовать прямая евангелие мы вспоминаем еще нашего известного ученого до который подарил новый завет до своему родственнику и благодаря ему я вам показал просто какая цепь была один проповедовал он потом том тому проповедовал второму третьему четвертому и это разрослось вы понимаете мы то есть о чем это говорится это говорится о важности нашего свидетельства что мы можем свидетельствовать мы говорили о том что люди мы должны учить и проповедовать кому людям то есть очень легко искать знаете сверху ну то есть каждый человек нуждается в евангелии каждый человек нуждается в спасении и спасители поэтому мы должны проповедовать и делать учеников из людей это я просто напоминаю вам и то есть первое мы посвятили истории до миссии миссионерской истории и мы помните сократили я очень хочу чтобы вы поняли миссия локи да у нас какая миссия помните да есть три понятия миссии первое понятие миссии у нас какая нет это 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 уже градации миссии первая миссия это когда учил у нас есть цель да то есть какая-то миссия которая обозначена какой-то целью правильно то есть у нас например миссия какая и шо говорит идите во все народы да делайте себе учеников он дал миссию но у нас есть например миссия цель какая чтобы евреи пришли к евангелию познанию решила правильно тогда у нас уже миссия сокращается а например мы хотим чтобы китай пришел к евангелию у нас опять цель у нас есть цель и она обуславливает ветер нашего движения то есть но все вместе 2 это миссии это человек который до миссия второй момент это миссия как община как собрание верующих а это третье уже да 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 это уже третье это общее как бы понятие которое использовалось древние времена миссия нести евангелие не христианам неверующим вишу все я просто вам напоминаю чтобы вы вы немножко пришли вспомнили о чем мы говорим и вы помните мы говорили о миссии о важности миссии мы говорили ой что вот вопрос еврейская миссианская община она раскрывает нашу миссию она раскрывает наше предназначение это для чего мы должны посвятить свои жизни если мы хотим идти в этом ключе в этом направлении потому что еврейская она обусловлена направление еврейская то есть народ израиля народ евреев независимо где они находятся в израиле или странах россии не а также люди которые вокруг него потому что вы знаете вокруг одного еврея есть десять неевреев это могут быть какие-то соседи какие-то знакомые родственники друзья которым мы тоже можем служить и второй момент миссианская мы проповедуем миссию до миссию и шо мы говорим о христианство потому что миссия машия христос это одно и то же слово только греческие это ну христос еврейский машиях помазан и община мы должны стать семьей мы должны стать местом где каждый человек сможет реализоваться как личность и где те дары которые вложил бог в него высвобождаются то есть все очень просто это мы введение в миссиологию но самое главное мы подходим к моей любимой теме которую я очень люблю это молитва молитва и миссиология связаны вообще миссия и молитва связаны я буду сегодня зачитывать некоторые фрагменты молитва и миссия да то есть наша задача вот например вот у нас есть миссия нести богу и весть погибающим дому израилеву и молитва она идет не после того как мы она идет должна идти впереди я сейчас к этому вам подведу но перед этим я хочу вам зачитать несколько некоторые интересные вещи один из примеров иллюстрирующий то есть это будет не еврейская миссия это будет из-за всемирной миссии да но чтобы вы поняли просто это очень интересный пример который меня во всяком случае очень коснулся один из примеров который иллюстрирует роль молитвы как стратегическое оружие в работе зарубежных миссий может служить жизнь джона фрезера оля проще что как 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 ты миссионера первопроходца работавшего с народностью лису в юго-западном китае начале 20 века молодой миссионер вошел состав китайской внутренней миссии мы помните говорили о хатсон и тейлори да о нем еще сегодня будем упоминать несколько лет он проповедовал христа среди жителей горных деревень но не мог добиться каких-либо результатов жена фрезера позднее писала о том как молитва изменила весь ход его работы его жена свидетельствует он рассказывал мне о том как в юности был почти повержен силами тьмы сгущавшимся над ним однажды он даже просил у бога отнять у него жизнь потому что не мог больше работать не видя никаких положительных результатов своего труда и только силой молитвы он смог разогнать тяжелые тучи и освободить душу ему была дарована вера внезапно бог помог ему и прогнал темные силы и он смог продолжить свою миссионерскую работу заметьте заметьте и если мы увидим жир будем рассматривать жизни миссионеров жизни служителей которых мы даже называемый часто найти божий генерал и так их принято называть или герои веры столпы и веры образцы и веры люди на которого каткача жизнь просто свидетельствовал о том что они действительно достигли чего-то в господи мы можем увидеть что в жизни каждого из них наступал момент когда они опускали руки когда они не знали что делать потому что все что они делали не приносило плодов мир а получился вокруг них то есть наступал такой период когда людям было необходимо просто что-то изменить и они взывали к богу и бог отвечал и это очень важный момент потому что вчера на молитвенном служении мы говорили немножко об этом и зачитывал вам тоже и какой фрагмент очень часто мы делаем а потом молимся очень часто мы что-то на на делаем а потом просим боже ну уже реши наконец-то это мы не спрашиваем боже идти ли нам туда или не идти мы идем а потом мы просим боже ну помоги хоть чтобы ну остаться нормально в живых мы не спрашиваем у бога прежней помните стучите и вам отворят мы сразу двери открываем а потом кричим помоги ну он помогает конечно но что было бы проще постучать начали поэтому молитва это очень важная важный фрагмент смотрите дальше я продолжаю толчком к перелому в работе и жизни фрезера послужили два сопытия фрезера прежде всего дух божий подсказал ему обратиться с молитвой веры за несколько сотен семейств племени лису то есть он начал конкретно молиться за этих людей то есть он сузил вот этот знаете вот вектор он не просто молился боже спаси весь китай спаси каждого китайца то есть он понимал что он был призван в эту область и он начинал молиться конкретно за свое дело и очень часто в наших жизнях служениях мы молимся обо всех но может нам надо иногда молиться вот знаете боже помоги мне стать хорошим мужем в моей семье я хочу быть тем примером чтобы люди которые видят мою семью они начинали искать понимание понимание что происходит или господь я хочу достигнуть в этом году одного еврея не не надо весь израиль я хочу одного ну дай мне его я хочу насти его помоги мне открой двери дай мне слова просто помоги мне не пройти мимо пусть будет понимаете да это делать сусну и стучащему не просто а именно кто там господь одного еврея ну одного хорошо бери сколько уже можно уже включишь включишь понимаете меня принцип постоянства принцип конкретной специализации и постоянства в молитве мы должны быть постоянны но четко понимать за что мы молимся и покамись мы не получим ответ лучше не останавливаться или покамись бог скажет подожди подожди ты не о том молишься понимаете ну знаете просто простой момент я не верю в то что если мы обращаемся к богу во имя юшуа и он нам не отвечает значит мы не тому богу молимся бог отвечает на молитвы своих детей порой не так как мы этого ждем или как мы это хотим потому что часто наши молитвы такие во имя иисуса христа да будет так как я сказал во имя по по моему желанию по моему хотению боже но и по твоей силе милости да будет так к сожалению это детские молитвы мы проходим эти этапы жизни здесь собрались уже люди которые прошли свои ну какие-то этапы жизни люди которые понимают что это было а может и бывает но наступает момент мы говорим да будет воля твоя да боже благослови конкретные вещи понимаете да они не разрушил ничью веру спасибо смотрите он просил чтобы конкретно о чем просил этот человек он просил чтобы люди приняли христа кроме этого ему удалось сформировать на родине группу из 8 10 человек которые поддерживали его работу то есть он молился сам и были люди которые молились за него и за то что он делает понимаете как важна молитва не просто лично но и коллективная иногда мы в угоду коллег личной молитвы забываем о коллективной молитве но обе молитвы имеют равнозначную цель они важны и в работе митисе и миссионеров это очень важно особенно в работе к еврейскому народу мы об этом поговорим дальше но я хочу вначале вас просто вначале вдохновить о молитве молитва важность молитвы что происходит когда люди молятся да и потом мы подойдем к еврейской миссии и я вам покажу что же происходило там итак смотрите что происходит главная работа оставшихся дома молитва пишет этот миссионер я чувствую все с все больше что только молитвы других христиан могут принести благословение моей работе независимо от того будут эти люди рядом со мной или нет только бог может помочь мне и эта помощь придет с неба через молитвы верующих и неважно находится не в китае или в англии действительно у себя дома христиане могут сделать для миссионерской работы столько же сколько делают те кто работает в миссиях вдали от родины и считаю что в наш последний день станет ясно как помогли молитвы миссионерской работе теперь очень важный момент раньше я думал что молитва должна всегда стоять на первом месте и только после нее проповедь сейчас я убежден что молитва должна стать на первом втором третьем и четвертом месте опробовать только на пятом нам противостоит враг который пленяет умы людей использует ядовитый газ соблазна и опаснее всего то что этот враг не видим и не ощутим я думал если смысл и далее проповедовать среди народности лису когда эти люди столь беззащитны перед невидимыми 7 силами зла но дыхание бога унесло прочь мязьму тьмы и из воздуха деревни в ответ из воздуха деревни в ответ на наши молитвы последующие годы сотни семей приняли христа и за этом последовало обращение десятков тысяч людей сегодня в юго-западном китае и на севере бирмы лису стала народом миссионеров несущую благую весть своим соседям по самой сути молитва это связывающее звено во-первых с богом от которого мы получаем силу и наставление когда молимся за людей всего мира или конкретно за определенную группу людей и выполняем нашу миссионерскую работу во вторых с теми народами которые никогда не слышали благой вести из-за которых мы просим у господа и и конечно с верующими которые веруют вместе с нами молитва собирает воедино наше усилие и возносит их большему могуществу понимаете откуда мы можем получать силу это может быть хорошая организация это может быть прекрасные но у них есть деньги у них есть связи у них есть все необходимое но самое главное где мы можем получить силу вчера ты меня спрашивала аля ты меня спрашивала кому легче проповедовать я размышлял над этим вопросом я думаю тем и тем трудно но если мы приходим к престолу благодати в молитве и мы начинаем молиться за этих людей просто улыбка на нашем лице может обратить их господу то что невозможно нам возможно им вот что важно молитва 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 которая идет впереди нас мы идем на небо мы получаем от бога мы взываем к нему он дает нам ответ и молитва идет помните слово божье она приходит к нам исполняет то для чего она была послана и возвращается назад вот то же самое происходит здесь очень часто как наше время мы недооцениваем силу молитвы и в еврейской миссии это очень важно почему потому что еврейский народ вы помните он хранит еще в истории память о тех гонениях которое было во имя христа и дьявол построил твердыни кроме того религиозное и ортодоксальное общество построила свои твердыни и получается знаете вот крепость в крепости они сидят как бы в домике и что мы можем и как достучаться к этим людям каким образом как проникнуть в глубину их сердца как донести им слова благодати потому что слово иисус еще любит тебя для кого-то может стать знаете ну вы понимаете ты лишь и шоуа любит тебя что ты говоришь что иди отсюда что ты мне рассказываешь но ты молишься и подходишь говоришь и шоуа любит тебя у человека происходит что-то происходит и в какой-то момент он вдыхает потом брат сестра происходит вот эта трансформация происходит вот это вот это метаморфоза да знаете что такое метаморфоза еще одно слово вашу коллекцию бабочка гусеница становится бабочкой вот это метаморфоза вот этот момент в коконе когда она превращается называется метаморфоза изменение никто не знает ученые не знают как это происходит они имеют представление ну Ну, возможно. Ну, как это происходит? Как неверующий Павел, Павел, который гнал церковь, становится Павлом, который проповедует евреям и неевреям? Как? Понимаете? Метаморфоза. Хорошо. Смотрите, очень важно молитва и в миссионерском, вообще в миссионерском труде важна молитва. Вы понимаете, что мы забываем, что мы... Есть крайности, сейчас то, что я буду говорить, но есть крайности. Наше брание против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. И мы забываем, что за менталитетом и в культуре... Почему я говорю, что важно изучать культуру? Когда мы изучаем культуру и мы понимаем, что эти люди поклоняются мертвым, мы уже понимаем, как нам надо молиться. Если мы молимся за, например, определенных людей, и мы понимаем, что есть там засилие какой-то религии, безбожной религии, мы знаем, куда нам направлять удар. Понимаете меня? Если мы молимся за Израиль, и мы понимаем четкие, что происходило, история, почему евреи не хотят принимать Христа, что для них ассоциируется с Ешуа, с Мессией, почему христианин для них слово «убийца» становится синоним. Для многих христиан, прошедших концлагеря, слово «христианин» было «убийца». Почему? У немецких солдат на пряжках ремней было написано «С нами Бог». И простите меня, я им говорю о любви Христа, любви Бога. Какого Бога? Во имя которого ты убиваешь моих родных и близких? И понятно, что это дьявол, это брехня, ложь дьявола, это его, вот это то, что он залаживает, но это работает. Это работает, что евреи, от принявших Христа, перестают быть евреями. Это работает. И это кто делает? Враг рода человеческого. Он лжец, он клеветник, и мы можем в молитве приходить к нему, к Богу, и говорить, отец, мы не согласны с этой ложью, мы просим, разрушь эту ложь. Простите, если мы просим хлеба, что нам даст отец? Хлеб или камень? Понимаете меня, да? Итак, мы говорим о молитве. Не просто молитвы, но просто молитвы зачастую не хватает в нашей работе среди тех, кто никогда не слышал Богою вести. Молитва, помните, еврейское обучение. Какое? Мы что? Узнаем, потом познаем и начинаем действовать. То есть познание, да, драш, мидраш, помните, да? И дат. То есть мы узнаем, познаем, действуем. То есть учение лимота, правильно. Ну, как бы все вместе, лимот. Да. Оттого слова талмуд, да, талмидим. Но это не важно. Это мы говорили в первый момент, ну, вчера мы говорили. Но очень важно не то. Важно, чтобы знание, которое мы получим, мы употребляли в действии. Вот что важно. Вот что важно. Помните, мы говорили вчера, вчера Вася говорил на молитвенном служении, говорил это. Тогда говорит ученикам своим. Вместо писания Матфея, 9 глава, 37-38 стих. Тогда говорит ученикам своим. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите господина жатвы. Жатва уже есть. Нам не нужно рыть колодцы, нам не нужно строить дороги, нам не нужно сделать поля. Жатва уже есть. Мир побелел. Люди нуждаются в спасителе. Израиль нуждается в спасителе. От нашего действия зависит приход Мессии. Потому что вы помните, одна из важных условий прихода Мессии, да, первое, это что Евангелие будет распространено по всему лицу земли, а второе, что еврейский народ вернется к своему Господу Богу, Мессии, и на горе Елеонской будет провозглашено Баруха Баба Шамадунай, и тогда придет Машех. И вы помните, мы говорили, что когда он придет, мы увидим его. И никто, как, может кто-то скажет, да нет, а может нас учили не так. Послушайте, Писание говорит, всякая плоть узрит сына человеческого, грядущего на облаках. Так говорит Писание. И мы увидим его, грядущим на облаках. Мы увидим, где бы мы ни были, но для этого необходимо сделать что-то важное. И одно из этих важных, это наша проповедь Израилю, наша миссия, наша цель. Еще раз говорю, вы можете, ваша миссия может быть другая. И Бог вам покажет другую цель. Он покажет вам каких-то, ну, он покажет вам другие народы. Может он вам покажет другие, ну, другое население. Кого-то он призовет в Африку, кого-то он призовет в Китай, кого-то, кто-то будет на работе проповедовать. Я вам хочу сказать, что многие очень, мы часто делим жизнь на работу и на церковь, на общину. В общине мы молимся, проповедуем, там ходим на еду, евангелизации, а на работе мы работаем. Но очень часто, ну, мы не можем поделить эту, ну, мы или верующие, или неверующие. Мы тут верующие, и тут верующие. Ну, нельзя здесь быть наполовину верующим, а тут быть, ну, вроде бы полностью верующим. То есть, нельзя. Мы верующие везде, где мы бы ни были. И как верующие у нас есть миссия. И если мы можем проповедовать, помните, как Павел говорит, проповедуй Тимофею, что он говорил? Вовремя и не вовремя. Вовремя и не вовремя. Где ты можешь, говори. Где ты можешь, проповедуй. Где ты можешь, возвещай. Это, понимаете, и когда мы приходим к Отцу Небесному в молитве через во имя Ишуа, Он снаряжает нас. Он дает нам вот эту силу. А силу Он дал каждому из нас. Наступать на землю и скорпиона, на силу вражью. Аминь. Он дал нам мудрость. Он дал нам слово. Он дал, помните, написано, при множестве советов состоится дело. То есть мы можем влиять на этот мир через молитву и наши дела. Но не путать наоборот. Вначале идут дела, потом молитва. Идет молитва, дела с молитвой и благодарение после того, как мы это сделали. Молитва, она должна стать нашей жизнью, нашим дыханием. Я понимаю, что, ну иногда мне спрашивают, а что, можно забивать гвозди с молитвой? Можно. Можно. И эти дома стоят, и их нельзя разрушить. И это правда. Это правда. Хорошо, я хочу продолжить историю. Вы видели этот человек? Он отчаялся, у него опустились руки. Он хотел покончить с собой. Представляете, что он переживал? Но только молитва, только Бог через молитву пришел в его жизнь. И я хочу вам сказать, что в жизни каждого, ну, да в моей жизни были такие ситуации. когда ты уже все, вот знаете, как бы, лишь бы уже все. Боже, забери меня домой. Не могу больше. Надоело мне это все. А как, ну, а Господь говорит, прости, нет. Нет. Поднимет руки, как руки, как органирование. по-другому, мне сказали, самого ока запрещена. Еще рано. Ну, это как в том анекдоте про Вовочку, когда мама ему говорит, Вовочка, надо в школу. Он говорит, ну, не могу больше. Те с меня издеваются, те меня смеются, те меня пинают, те вообще меня там, крестики на спине рисуют. Она, Вовочка, ты директор школы, пора на работу. Понимаете? Так и у нас в жизни. Мы верующие люди. И мы живем в этом мире для того, чтобы Его, чтобы свет Мессии, Его спасение приходило в неверующие дома. То есть, часто наша миссия, это внутренняя миссия. Внутри семьи, внутри дома, внутри города. У кого-то есть внешние миссии, кто-то есть в другой город, в другую страну. Но миссия остается одна и та же. Помните, да? Итак, идите во все народы и делайте учеников из людей. Я цитирую по Давида Старпу на переводу. И что делаете? Погружая их в реальность Отца, Сына и Святого Духа. И помните, самое важное, помните, не забывайте, я с вами до скончания века. Я не оставил вас. И это очень важно. Очень важно. Давайте мы пойдем дальше. Вы знаете, в книге «Деяния апостолов» молитва упоминается более 30 раз. И вы помните, что... 30 раз упоминается, чтобы так... Это так, для памяти. И вы помните, что в первом, самый важный, первый случай, где они в первой главе, да? Пребываете в чем? В молитве. Они собрались и ждите обещанного от Господа. Ученики Ишуа собрались вместе в горнице, верхней горнице. Одни говорят, что это было прямо на храмовой горе, возле храма. И они молились, пребывали в молитве. Написано, и мать Ишуа была там, и его братья были, да? И женщины там некоторые, которому когда-то Мария Магдалина, да? Кто там еще был? И вы помните, что потом произошло? Второе, второе, то, что мы учили. Что, ну? Шавот. Что? И сошел Дух Святой. И они облеклись в силу. И стали провещевать на языках, которых никогда не знали. И люди, которые слышали их, говорили, что же это за сила Божья? Ну, кто-то смеялся, говорил, они пьяные. Но идея не в том. Идея в том, что молитва получила ответ. Они не пошли сразу, они послушали Господа, который сказал, пребывайте в молитве. И вы помните, на горе, когда он, когда он, ну, он просил, хоть час побудьте со мной в молитве. Хоть час. Приходил, а они спали. Приходил, а они спали. Что бы было бы, если бы они бодрствовали? Я не знаю. У истории нет сослагательных наклонений. Что бы было, если. Мы можем предполагать, мы можем думать, придумывать, играть, считать. Понимаете? Но дело не в том. Мы видим конкретно. Люди обращались к Богу. И Бог отвечал. И это миссиология. Потому что один из методов миссии, это молитва. Молитва, как то, что помогает нам. Как то, что расчищает путь впереди нас. И это касается и нашей личной жизни. Я знаю, что очень часто многие молодые люди, они хотят иметь семью, пару. И они начинают бурный поиск. Они начинают кидаться из стороны в сторону. Пробовать, испытывать. Но почему не сделать проще? Боже, приведи в мою жизнь этого человека. Помоги мне. Дай мне пройти этот путь. Но легче всего пойти, выкопать на улице яму, упасть в нее, выкарабкаться и сказать, пронесло, чем дождаться времени. Это правда. Я в 43 года, в 40 лет у меня семья появилась, ну, жена. Ну, я вышел замуж, ой, женился. У меня, вы знаете, вот у меня в голове почему-то в последнее время меняется. Вот 6 меняется на 9. Я приглашаю всех на молитву на канатную. 6, 9. А в голове у меня канатная 6. Ну, вот почему-то оно меняется. Говорят, слишком устаю. Надо попить побольше, ну, чаю. И поспать. Да. Хорошо. Ну, шутки шутками. А теперь мы подойдем к нашим аравским братьям. Вы помните, что еврейские миссии начались с чего? С молитвы 100-летней. Сто лет аравские братья молились, чтобы пробуждение пришло в еврейский народ. И об этом никто не помнит. Чтобы пробуждение пришло в церковь. И люди тоже часто это забывают. но эти люди молились. Кто-то видел их работу? Да никто их не видел эту работу. Вы бы знали об этом, если бы я вам не сказал. Да не знали бы вы об этом. Но кто знал? Бог знал. Бог слышал эти молитвы. И что он делал в ответ на эти молитвы? Он обрекал ответы в силу. Он обрекал ответы в силу. И смотрите пробуждение в Уэльсе 1904 год. Оно было спонтанным и его характерной чертой были молитвенные служения. За первые два месяца Господу пришло более 70 тысяч человек. 70 тысяч человек за два месяца. В 1905 году только в Лондоне число христиан увеличилось христиан я имею ввиду которые называют себя христианами которые ведут жизнь христиан а не просто которые называют себя номинальными христианами и раз в году посещают церковь на Пасху поставить свечку или я не знаю или на емкий пор не кушают или заупокоят подсказывают понимаете еще раз я прочитаю с 54 тысяч до 104 тысяч 50 тысяч за год а там 70 за два месяца ну вы подумайте что перед этим сто лет моравские братья молились и они не видели результата своей молитвы но они твердо стояли в вере что живой Бог ответит к сожалению нет к сожалению это пробуждение выдохлось это в Уэльсе 1904 год оно выдохлось именно в Уэльсе почему потому что изначально не было понятия методики вот методологии они как бы выросли но для что было нужно делать основывать церкви и идти распространяться но они зациклились на себе и со временем со временем оно угасло проповедник вот этого который вел ну того Бог использовал он где-то опустил руки ушел перестал и начал бояться что как же так чтобы не возгордиться и в конечном итоге пробуждение ну угасло но многие благодаря этому пробуждению те люди которые пережили вот это прикосновение к Богу они разошлись по всему миру и они принесли и азуза стрит пятидесяческое пробуждение это результат и этого пробуждения в Уэльсе чтобы вы понимали и мессианские вот эти то что мы сейчас говорим мессианские миссии это тоже результат уэльского пробуждения потому что именно там приходила истина о том что Бог не оставил Израиль о том что Бог не отверг народ свой о том что у Израиля еще есть надежда о том что надо проповедовать Богу и весь евреям там это тоже говорилось потому что приходило что истина писания помните да метод работы народ начинает кто-то молится за конкретный народ за определенных людей приходит Дух Святой касается сердец людей они начинают читать писание они начинают входить в Божьи истины Божьи истины снимают шоры религиозные шоры то что мы называем религией на самом деле слово религия означает связь с Богом чтобы понимали но оно имеет уже вот такое узкое значение сегодня религия то же самое как фарисей это книжник хотя Павел говорил я фарисей я просто к чему веду снимается вот эти все внешние неудобные неправильные вещи и человек входит в свободу когда он входит в свободу дух святой что поднимает то что можно в человеке дары человек начинает быть успешным начинается проповедь евангелия а сила Божия на что приходит скажите на проповедь евангелия это Библия говорит простите меня мы очень часто ищем проявлений Божьих забывая что проявление заключается в простом проповеди когда мы начинаем проповедовать Божье слово написано подкрепляется силою не когда мы ищем силу а когда мы ищем как послужить другим людям приходит сила когда мы идем в больницу и начинаем молиться за людей проповедовать им евангелие приходит сила когда мы идем посещаем бедных вдов когда мы начинаем жертвовать когда мы начинаем служить молиться за других людей молиться за страны стоять в проломе тогда начинает что-то двигаться а не тогда когда мы сидим и ждем ну когда же на меня сила сойдет Божья Господи я же написано что просить силы просить просите мне надо Библия откроем Коринфянам я хочу просто вам показать маленький пример и сейчас я вам скажу вместо писания опять же важность читать писание и смотреть что в нем написано сейчас сейчас я вам скажу скажу что вместо писания идея там такая вы помните в Коринфянах где говорится просите о дарах духовных я вам покажу путь превосходный и очень интересный момент во первых мы забываем что это место писания в то время когда писалось это письмо оно не было разделено на главы и на стихи и это одно повествование это уже когда уже потом был момент монахи распределили чтобы удобнее было читать кстати тоже молодцы но тут сама идея в чем сейчас секундочку извините вот это 12 глава 1 коринфянам 12 глава откроем пожалуйста следите за мной кстати вы помните как я вас один раз уже поймал на этом деле итак смотрите ну давайте начнем с 29 все ли апостолы все ли пророки все ли учители все ли чудотворцы все ли имеют дары исцелений все ли говорят языками все ли истолкователи смотрите как много чего интересного и написано ревнуйте о дарах больших и я покажу вам путь еще превосходнейший и люди начинают и потом дальше ревнуйте о том чтобы пророчествовать и люди начинают говорить я хочу быть пророком боже пусть дар пророка придет в мою жизнь я хочу ты же сказал пророчествую ревнуйте о больших дарах желайте большие дары но очень интересно что в оригинале это можно прочитать так вы ревнуете о больших дарах а я покажу вам другой путь более превосходнейший и следующая голова идея так если я говорю языками человеческими ангельскими а любви не имею то иметь звенящий или кимвал звучащий улавливайте смысл если в первом случае я требую у богов даров для того чтобы поднять себя любимого потому что мне же хочется превосходнейших даров чтобы я рос в них то во втором случае бог говорит послушай ты хочешь больших даров а я покажу тебе павел ты мечтаешь о больших дарах почему я читаю перед этим местописание потому что он задает вопросы все ли это у тебя тот апостол если да то а я покажу вам более превосходный путь потому что в любви любой дар раскрывается в силе потому что в любви чашка воды это пророку это награда пророка потому что в любви слово божье исцеляет понимаете саму идею и смотрите и тут дальше очень интересный момент в конце по-моему я сейчас найду это место писания 13 глава или давайте 14 с первого стиха достигайте любви ревнуйте о дарах духовных особенно о том чтобы пророчествовать да прочитали в дарах видите скобочки стоят или у вас курсив да этого места нет в писании спасибо этого места нет в писании это место вставка переводчика для того чтобы связать связать само предложение нету слова дарах достигайте любви ревнуйте о духовных особенно о том чтобы пророчествовать что такие кто такие духовные это люди которые то что мы читали сверху люди исполненные любви исполненные духовных даров любви божьей и когда а что такое пророчество пророчество это не тыкать пальцем в раны и говорить аааа вавка а я предупрежда аааа пророчество это то помните мы говорили когда мы говорили о боговат Исраэль пророки никогда не оставляли свой народ если пророк говорил Израиль уйдет в плен он уходил вместе со своим народом он переживал это пророк человек не который указывает на недостатки а пророк который приносит утешение даже в неприятных вещах да народ Израиля отступил это говорит Исаия да народ Израиля потерял милость так говорит Иеремия да народ Израиля поклоняется идолам так говорит и Езекииль но все вместе они говорят народ вернись к богу своему ибо он любит тебя так по разному они говорят мысль одна вы отступили от бога вы согрешили против него а он любит вас вы делаете неправильные вещи а он продолжает любить вас вы совершаете глупости а бог покрывает вас своей любовью покайтесь обратитесь верните к отцу вот это наша миссия да Израиль сегодня я вам хочу сказать неприятные вещи к сожалению в большинстве своем Израиль далеко от бога это светское государство это государство которое ну есть ортодоксальные евреи которые ищут бога но если мы начнем понимать что там кабала связана да кабала это прикладная мистяло ну это это мистика это не мистика это магия простите меня то есть существуют многие вещи которые но бог продолжает любить свой народ и призна и призвание Израиля не отменено богом потому что бог видит не так как видим мы он видит в них кого он видит своих детей и он верен своей стороне завета народ свидетельства народ священников и все что нам надо сделать помочь народу вернуться мы должны ревновать о дарах духовных мы должны ревновать о духовных людях которые снарядят нас которые помогут чтобы мы сами становились духовными потому что наша духовность проявляется не просто знаете мне очень часто говорят я же молюсь люди исцеляются нет бог исцеляет людей а ты молишься а сколько людей не исцелилось ты помнишь я же пророчествовал и люди получили ответ а сколько раз они не получили ответ а сколько раз ты говорил и это было неправдой потому что ты хотел этого но духовный человек осознает все вот это и он продолжает помните я говорил он идет вперед и творит добро он может упасть он может ошибиться но когда человек имеет отношение с богом в молитве когда вот эти отношения близки сам бог корректирует этого человека понимаете я принимаю тогда исправление братьев и сестер с благодарностью они говорят ты кто такой что ты мне указываешь потому что я духовный человек потому что я понимаю что в каждом из вас живет святой дух и я принимаю исправление ближнего даже если он может неправ с благодарностью и в любви и это процесс в этом надо расти в этом надо возрастать и миссионер и вот я напоследник зачитаю и мы пойдем на перерыв и знаете сейчас секундочку смотрите очень часто наше мнение такое миссионеры рождались воинами и великими людьми переплывали моря чтобы добраться до чужих стран пренебрегались смертью и опасностью ну опасностью не могли робкие и слабые в душе они несли свою веру как знамя и под ними даже сама смерть становилась победным концом идти вперед взывать предупреждать и спасать других это все являлось потребностью для душ уже спасенных и вопрос был такой задает человек кто же эти были миссионеры вот судя по этому описанию гиганты веры великие такие ох он говорит это были обыкновенные это нет это были обыкновенные люди с обычными человеческими слабостями и недостатками они не казались сверх людьми или суперсвятыми так же как и яркие персонажи библейских событий начиная с книги бытия окончая новым заветом они имели самые разные недостатки и странности человеческие слабости но они все хотели но все они хотели чтобы бог использовал по своему усмотрению их даже самые худшие качества именно поэтому они сумели оставить неизгодимый след в истории человечества спасибо на этом перерыв просуждайте у нас еще один урок тест и домой и и Субтитры создавал DimaTorzok